Всем салют! Вы на канале FIFA Time и сегодня у нас, ребятки, рейтинги футбольного клуба Шахтер Донецк. Давно роликов не было на этом канале, но так как выходит симулятор FIFA 22 у нас уже очень-очень скоро, мы готовимся с вами к новым карьеркам, готовимся к новым видосикам, поэтому если ты впервые здесь, обязательно подпишись на канал, прожми палец нравится, ну или не нравится тебе этот видеоролик, а мы начинаем. Начинаем наш список рейтингов игроков с Артёма Бондаренко. Артём Бондаренко, 60-й рейтинг, Цапник, конечно, статы у него убогие, но в принципе, а чего ожидать-то? Конечно, парень не выходит практически на поле, поэтому такой рейтинг. Дальше у нас Миша Мудрик. Миша Мудрик, карточка, конечно, довольно низкого рейтинга, хотя парень показывает очень-очень крутой скилл на поле, показывает хорошую игру. Я не знаю, почему электроники ему 64 припердохали, скорость 81, это вообще смешно на самом деле. Парень действительно очень быстроногий. Почему такой рейтинг, я не знаю, но это ужасно. Далее у нас Тарас Степаненко. Тарас Степаненко по сравнению с прошлой FIFA у нас потерял 1, минус 1 рейтинг, но в принципе из-за того, что он не так часто выходит в последнее время на поле, поэтому, наверное, и режут ему рейтинг, да и скорость 65 тоже уменьшили, хотя статы защиты и физики у него еще довольно-таки в порядке, 79. Ну, посмотрим, как за эту карточку можно будет играть в FIFA. Далее у нас идет Судаков. Судаков у нас игрок и в сборной вызывался, и за Шахтер показывает себя, но рейтинг всего лишь 62, бронзовая карточка. Ну, блин, на самом деле ущербно. Наши парни должны уже быть как минимум все серебряные, но у нас проявляются еще вот такие вот рейтинги, вот такие вот карточки. Это смешно. Далее у нас идет ТТ-76, у него рейтинг. Дриблинг 79, хотя смешно на самом деле. Парень показывал очень хорошую игру на протяжении прошлого сезона. Вот, 83 у него скорость, тоже, конечно, маловато, хотя он быстрый очень. Но Electronic Arts решили так. Мы, конечно, спорить не будем, а может и будем. Посмотрим, короче говоря, как эти карточки будут на деле у нас. Это то, что разочаровало меня, наверное, самое большее. Это Lassina Traure, 72 рейтинг, физика 76. Самое смешное, что физика 76. Сука, он здоровый чудак такой. Он как Лукако, а у него физика 76, понимаешь? Ну, типа меньше, чем, понимаешь, меньше, чем у Степаненко. Ну, камон, где логика? Где эта логика? Просто не понимаю. Анатолий Трубин. Человек, который закрепился в основе, считай, Донецкого Шахтера. Парень, который вызывается в сборную. Показывает хорошие результаты как на тренировках, так и в матчах. Вспомните только матч Шахтера Интера в прошлом групповом этапе Лиги Чемпионов. Какие сейвы там были. А у него 72 рейтинг и серебряная карточка. Следующая карточка у нас это Фернандо. Фернандо у нас на форварде. Хотя он играет в Шахтере, если мне память не изменяет, в последнее время все-таки больше левого полузащитника. Но, ладно, это тоже мы откинем, это не важно. 86 скорость. Тут я хочу поспорить. Он очень быстрый. И, наверное, там под 90 должна была быть скорость. Но у электроников совсем другое мнение. Да, я понимаю, что у него с ударами, с завершением, со всей этой историей плохо. Вот. Но 70 карточка. Мне кажется, чуть-чуть побольше нужно было давать. И, опять же, здесь я с этой карточкой не согласен. Шевченко это вратарь, который вообще не появляется в рамке Донецкого Шахтера. Которого вообще уже, наверное, большинство и забыло. И как он выглядит. Да и вообще. У него рейтинг 70 больше, чем у Мудрика, понимаешь? И вот этот вопрос меня немножечко тревожит. Как такое может быть? Ну, хз. Следующий у нас игрок это Маркус Антонио. Который, в принципе, при приходе Дедзерби закрепился в основе Донецкого Шахтера. Он мобильный опорник. Ну, как опорник. Он, наверное, бокс-то бокс ближе. Все-таки 84 скорость. Согласен. Физика 49 тоже, в принципе, согласен. Вот, но с рейтингом 73 я не согласен категорически. Потому что парень должен, ну, по-любому больше уже иметь. Все-таки показывают неплохие результаты. Дальше Валерий Бондарь. Бондарь у нас провел на банке, а точнее на травме очень много времени. Поэтому его рейтинг 70 неудивителен. Я думаю, что если бы он больше играл, у него, да и рейтинги бы были больше. Ну, и, в принципе, и сама карточка была бы чуть-чуть покруче. Витау, который, ну, немножечко напорол как для себя, так и для шахтера в некоторых играх. Вот. Но 69 рейтинг. Опять же, ребят, 69 рейтинг. У парня, который, в принципе, хотя бы изредка выходит на поле. И вспомните, Шевченко 70. Ну, типа, я думаю, что это неправильно. Очень даже неправильно. 71 у него защита. Хотя я думаю, что он, в принципе, очень даже должен быть играбельный. Ну, скорость маленькая только. Следующий у нас Дентиньо. 71 на форварде, кстати говоря. У него, да, спнили ему позицию. В принципе, я согласен, что он все-таки больше выходит при Дедзербе как форвард. 77 скорость. Ну, это ладно, это спорно. Это там уже я не могу сказать, кто из них там быстрее, кто медленнее. Вот. Но рейтинг 71. Ну, наверное, все-таки, да, заслуженно. Самый спорный игрок в Донецком Шахтере для меня. Ну, точнее, карточка его. 73 у Додо. Чувака, который играет на уровне, ну, самых топовых правых защитников, наверное, Европы. Который действительно показывает сумасшедшую скорость. А у него 88 стоит, между прочим. Который показывает хороший дриблинг. Который может и корпусом оттеснить, и побороться хорошо может. Я, короче, вот 73 с Додо не согласен вообще. Если ты тоже не согласен, напиши в комментариях. Я посмотрю, сколько нас таких не согласных. Следующая карточка Исмаили. Исмаили, да, у него подпал рейтинг на минус 1. Но, в принципе, это да, это заслуженно. Потому что он выбыл на полгода. Он не показывался очень долгое время. И вот только-только начал выходить на поле. Хотя еще полностью и не восстановился. Вот. 82 скорость у него, я думаю, заслужена. Карточка, в принципе, играбельная. Даже очень. Но в карьерках, наверное, все-таки уже вряд ли можно будет за него играть. Потому что рейтинг будет падать. Но все равно 1-2 сезона мы точно за него отбегаем. Женя Коноплянко, который, в принципе, может усилить при выходе своем на поле. Но 74 ему, конечно, каждый год все меньше и меньше делают. Плюс у него была золотая карточка. А теперь у него серебро. И скорость 75, как для левого вингера, это очень маленькая скорость. Будущий, наверное, все-таки правый защитник Донецкого шахтера. Потому что мы сами прекрасно понимаем, что туда-сюда и Додо отлетит. Вот. Это Конопля. Опять же, 65 рейтинг. И вспомните Додо. Да? Как бы. Вот. 77 скорость у него. Физика у него слабенькая. Защита тоже, как бы, не очень. Но будем надеяться, что этот парень будет очень хорошо развиваться. И мы будем его заигрывать. Вот так как в матче с Мариуполем по Цикадолу. Три ассиста на секундочку. Очень хорошо отыграл. Но в FIFA, видимо, недооценили этого парня. Да, как и многих игроков. Как Шахтера, так и Динамо, и сборной. Следующий у нас идет Корниенко. Это будущее, я думаю, что левый защитник Донецкого шахтера. После ухода Исмаили. Все-таки я надеюсь, что его будут больше заигрывать. Вот, 75 скорость у него. Ну, такое себе. Но я надеюсь на то, что он очень хорошо развивается. Вот, он, кстати, тоже травму переносил. Поэтому, наверное, из-за этого ему не очень большой рейтинг дали. Хотя парень довольно-таки хорошо себя показывал. Следующий у нас Кривцов. Кривцов это уже старичок Донецкого шахтера. Да и, в принципе, карточка у него уже тоже подсаживается. Уже у него серебро. А в прошлой Фивке была золотая еще карточка. Вот, 65 скорость. Защита более-менее. Но с такой скоростью, конечно, далеко не уедешь. Майкон. Опять же, считаю, незаслуженные 73. У него должно быть больше. И, как минимум, золотая карточка должна быть. Вот. Потому что парень довольно хорошо играет. Показывает себя и в матчах. Закрепился в основе шахтера. И почему-то... Почему-то наш клуб, я не знаю, недооценивает FIFA. Делает им статы очень маленькие. Конечно, это огорчает. Карточка, которая меня просто сразила. Это Marlon 72. Почему так мало? Он показывает очень хорошую игру. Да, он пусть может нестабилен. Как, в принципе, и каждый защитник Донецкого шахтера. Но 72, серьезно. Мне кажется, он должен быть, ну, как минимум, 75-76. И скорость у него должна быть побольше. Да и защита повыше. Поэтому тоже не согласен. Самый большой рейтинг в Донецком шахтере. Это Marlos. На протяжении последних нескольких лет я замечаю тенденцию. То, что Marlos у нас идет самый высокорейтинговый, как в шахтере. Так, по-моему, и вообще среди украинцев. И самое интересное, то, что в той FIFA у него было 5 звезд на финтах. Я надеюсь, в этой части FIFA у него тоже будет 5 звезд на финтах. Вот. Потому что это, в принципе, помогает. Но согласен, что с физикой у него уже, конечно, немножечко хреновенько. 79 скорость. И, наконец-то, ему дали ЦАПа. Что будет очень даже хорошо для нашей команды, для наших карьер. Потому что он, в принципе, очень хорошо разыгрывает. Плюс, опять же, я говорю, если будет пятерочка на финтах, это будет персик. Дальше Коля Матвиенко. 73 у него рейтинг. И, ну, типа, бред. Бред. Коля очень хорошо себя показывал, как и в сборной. Ну, были провалы, да. Не без греха, я согласен. Но не 73. Мне кажется, должна быть тоже больше циферка. Хотя бы 75. Плюс, хотя бы, не рарное золото. Вот, но это Electronic Arts. Junior Morais. Morais провел уже очень много времени на банке. Потому что он поломанный. Но ему рейтинг не урезают. У него 78. У него 79 скорость. У него скорость больше, чем у Traore. Вот, физика у него чуть-чуть поменьше, чем у Traore. Вот, хотя он очень долгое время не играет. И за что ему такой рейтинг дали, я тоже не понимаю. Поэтому тут я не согласен. Здесь ему завысили рейтинг. Педриньо, да. 75 у него рейтинг. 82 скорость. 80 дриблинг. Я думаю, что эта карточка очень будет хорошо развиваться. И думаю, что мы сможем очень грамотно и качественно ей распорядиться в наших карьерах. Вот. Поэтому будем надеяться только, как говорится, на лучшее. Далее пятов. Опять же, вспомним Трубина. Вспомним Трубина. Пятого рейтинг больше. Хотя я вам скажу, что пятов уже должен, наверное, все-таки быть на запасе. Electronic Arts по-прежнему ему дают золото. По-прежнему дают ему плюс-минус 75. Рейтинг такой же самый, как был и в прошлой FIFA. Вот. Ну, тут я... Да, давайте будем так говорить честно. Все-таки 75 заслужил. Все равно он показывал игру, выходил. Вот. Поэтому заслужил. 75 заслужил. Данила Секан. Парень, который недавно забил дебютный гол свой за Донецкий Шахтер. И в сборной Украины себя проявил. Вот. И довольно-таки интересный вообще персонаж. Но 65 это такое себе. Мне кажется, это маловато. Ну и последний игрок, который есть в FIFA у нас. Это Монор Соломон. 70. У него 6 рейтинг. И 81 скорость. Я честно скажу, что в принципе это то, на что он заслужил. Карточка действительно играбельная. Опять же, должна хорошо развиваться. Поэтому я думаю, что это будет топовая карта. Которая покажет себя в этой игре. Ну а что вы думаете по этому поводу? Обязательно пишите в комментарии. Не забывайте подписываться на канал. Прожимайте палец. Мне нравится. Конечно же, не забывайте нажать на колокольчик. Для того, чтобы не пропускать свежие видосики по FIFA 22. С вами был, как обычно, Илья. До новых встреч. До новых встреч.